я вас приветствую на дисциплине государственная и муниципальная служба и мы словами изучаем этот феномен феномен службы службы в государстве и у нас мы идем по определенным шагам это каждая картинка обозначает одну тему и мы сегодня с вами находимся на теме поступление на государственную службу мы с вами говорим о том что государственная служба это люди это всегда люди это государственное служащее это ключевое ядро государственной службы и наша тема как поступить на государственную службу мы прошли уже два вопроса позапрошлой лекции мы с вами говорили о цензах о тех требованиях которые предъявляются к кандидатам на замещение вот этой должности. Это может быть возраст, это гражданство. Затем мы с вами поговорили о способах, о двух способах. Ну, один способ мне не нравится, но с другой стороны, ну вот так бывает, иногда и так работают два способа поступления на государственную службу. Это по конкурсу и по назначению. То есть, если вы хотите пойти по конкурсу, вам необходимо развить свои скиллы, а если вы хотите по назначению, вам нужны хорошие знакомые или хорошие родственники. И тогда вы поступаете на государственную службу. Это официально, официальное требование. И третий сегодняшний вопрос, вы видите его на экране, ну, как бы не связан с поступлением на государственную службу, но связан, потому что любое поступление затем завершается прекращением. Всегда не бывает вечных государственных служащих, и государственная служба прекращается. И сейчас мы поговорим об этом. Конечно, есть определенный люфт между поступлением и прекращением. Мы его пропускаем, мы поговорим о нем чуть позже. А сейчас мы поговорим, как прекращается государственная служба. Как люди выходят из этой системы? Ну, первый, самый простой способ – это истечение сроков. То есть мы с вами говорили, что бывает два вида государственной службы, ну, как и в трудовом праве. Здесь очень много корреляций с трудовым законодательством. Это бессрочная государственная служба. То есть, ну, пока человек может, он работает. И второй – это срочная. Вот если человек поступил на определенный срок, истечение срока автоматически человек теряет эту должность. Если ему не продляют этот срок, то он теряет эту должность. Ну, например, такой же принцип был взят в высшей школе. Вот в высшей школе, в университете, вот я нахожусь на должности. Вот буквально давеча меня избрали, ну, там, несколько этапов избрали на три года. На три года на должность преподавателя. Также и здесь. На госслужбу на определенный срок, срок истекает, все. Если тебе с тобой не продляют этот контракт, ты идешь и ищешь другое место. А второй способ прекращения государственной службы – это связано с поступлением на государственную службу, а именно с цензами. Цензы – это требования к кандидату. И если человек сначала обладал этими требованиями, а потом, ну, раз они истекли или прекратились эти требования, то тогда человек теряет эту службу. Ну, например, такое требование, как наличие языка, потерять нельзя. Язык, если вы знаете русский язык, это на всю жизнь. Но есть параметры, которые могут теряться. Например, гражданство Российской Федерации. Если вы, государственный служащий, прекратил гражданство у него по каким-то причинам, или он вышел из гражданства, или его лишили гражданства, а есть и такие основания, то, соответственно, он уже не может занимать государственную службу, и она прекращается. Сюда же относится возраст. Ну, к сожалению, у человека возраст меняется. Ну, может, к счастью, а может, к сожалению. И если человек достигает определенного возраста, ну, сейчас это 70 лет, то уже нет юридических оснований, чтобы он дальше продолжал государственную службу. И еще один, третий, третье условие прекращения государственной службы – это расторжение договора. Ну, в данном случае это по инициативе государственного служащего. У нас нет принудительного, ну, кроме одного вида государственной службы. Вы, наверное, догадываетесь, какая-то военная служба по призыву. Там нельзя прекратить по инициативе государственного служащего. Там нужно вот весь этот срок отбыть. А вообще государственный служащий может написать заявление, и как в трудовом законодательстве, он может выйти из государственной службы добровольно. И последний блок, о котором мы поговорим, этот блок объединен таким общим названием – это нарушение. Государственное служащий может прекратить свои отношения, трудовые отношения с государством, если… И вот здесь идет перечень. Тут не полный, не исчерпывающий перечень, но только тот, который более-менее распространен. И первое, что я здесь разместил – это занятие другим видом деятельности. Ну, в данном случае государственное служащий не может совмещать службу, например, с муниципальной службой. То есть один и тот же человек не может одновременно быть и государственным, и муниципальным служащим. И если, например, государственное служащий был избран в органы местного самоуправления, или он поступил на муниципальную службу, он теряет службу государственную. То же самое связано и с занятием депутатской должности. То есть если человек был избран в качестве депутата или президента Российской Федерации, он прекращает трудовые отношения с государственной службой. Вот сейчас выборы идут в России на должности, и там вот часто выдвигаются государственные служащие. Ну, в тройку. В тройку, так называемые, по партийным спискам. Так вот, знаете, если они выиграют, то они должны будут прекратить государственную службу свою. То есть они должны будут, ну, если у нас министр обороны хочет быть депутатом, и если его выберут, он должен сложить с себя полномочия, потому что он не может совмещать эту должность с работой в качестве депутата. А какие еще могут быть несоответствия и запреты на занятие государственной службой? Ну, например, если государственные служащие принимают подарки. Подарки – это вещь хорошая, но если они получены вами от близких людей. Но если государственные служащие получают подарки, то это является основанием для прекращения его деятельности. Ну, и тут же есть целый блок, так называемый конфликт интересов. А если, например, госслужащий занимается коммерческим видом, коммерческой деятельностью, коммерческая деятельность несовместима с государственной деятельностью, и он должен или как-то это скрыть, или должен покинуть свою государственную службу. А вообще оснований для прекращения, вот таких вот этих оснований для прекращения государственных служащих очень много, и у нас будет с вами отдельная тема, и мы перейдем к ней прямо на следующей лекции. Это тема «Этика государственных служащих». И там мы с вами поговорим о том, как должен себя вести государственные служащие, по каким правилам, и мы узнаем, за что он может быть лишен, вот именно по этому пункту, нарушения этики государственного служащего, за что он может быть лишен этой должности, за какие этические проступки. Итак, мы с вами завершаем тему поступления на государственную службу, и мы в нашем глоссарии определим следующее, за что может быть прекращена, и как, по каким основаниям может быть прекращена государственная служба. По истечению срока государственной службы, по прекращению, расторжению трудового договора, может быть прекращена за то, например, если человек нарушает этику государственного служащего. И об этом мы с вами поговорим чуть позже. Поговорим о том, как сделать так, чтобы быть этичным. Быть этичным – это гарантия того, что человек никогда не потеряет свою государственную службу. Продолжение следует...